Здравствуйте, друзья! Мы попросим Светлану зачитать вопрос погромче, Света. Давай. Как получится, у меня нет командного голоса. Давай, каким есть. Здравствуйте, Михаил. У меня к вам очень интересный вопрос. Есть такое выражение – талантливый человек талантлив во всем. Действительно, успешным людям часто сопутствует удача, за какое бы дело они не взялись. В чем их секрет? Секрет в том, что они живут гармоничной жизнью. Они развиваются в разных направлениях одновременно, интересуются разными вещами, не зацикливаясь на чем-то одном. Бестороннее развитие позволяет смотреть на проблему сверху и переносить идеи из одной сферы жизни в другую. Так вот, что вы скажете, если это применить к профессии человека? Я, например, не могу себе представить, что я в 40 лет буду чем-то одним и тем же заниматься. – 40 лет подряд. Вы 40 или 40? – Что я 40 лет буду чем-то одним и тем же заниматься. – Да. – Это же недалеко и с ума сойти. – Так, недалеко и с ума сойти, да. – Как-то недалеко. – Ну, так высказался, да. – По большому счету, чтобы освоить любую профессию на 80% нужен 20% времени. И наоборот, для оставшихся 20 нужно 80%. – Правда. – Я, например, никогда не хотела нигде быть первым. Мне достаточно быть где-то, очевидно, в толпе. – Ну, наверху, в топе. – А, в топе, в топе. – Я буду вполне доволен. Так что, если изучать много всего разного и интересного на эти 80%, что вы об этом думаете, мне очень важно ваше мнение как умного и рассудительного человека. Спасибо за потраченное время. – Ну, давай мы сначала вот к теме «талантливый человек, талантлив во всем». Я бы сказал так, что есть люди разносторонне талантливые, такие многогранные, а есть люди, у них такой моноталант. Он может что-то одно делать совершенно гениально, а все остальное совершенно никак. Я с одной женщиной беседовал. Интересно. Она рассказала, что вот как-то на каком-то мероприятии была, и там сидела за столом. У нее слева сидел Нобелевский лауряд, и справа сидел Нобелевский лауряд. И она пыталась с ними поговорить. А как только выходило за пределы того, что они на работе делают, абсолютно не о чем было разговаривать. То есть люди не могли поддержать разговор ни на какую тему, за пределами производственных своих обязанностей. Поэтому, то есть я бы не стал уж так вот говорить, что «талантливый человек талантлив». Во всем, по всякому бывает. Это первое. Второе, я хочу сказать, что есть некоторые области, в которых, если человек талантлив, если человек в них талантлив, то это как бы позволяет ему в разных других областях тоже быть очень успешным. Например, если он хорошо с людьми умеет договариваться, учитывать там как бы интересы там и так далее, сводить вместе. Если он умеет сосредоточиться хорошо. Если он умеет, например, слушать. Да, вот мало кто слушать умеет хорошо. И так далее. И вот есть некоторые общие таланты. Вот как, допустим, да, мы говорим надпрофессиональный навык, там, водить автомобиль. Да, все мы водим автомобиль. Мы все пишем там на клавиатуре или там, не важно, там, вручную. Понимаешь, вот есть некоторые общие навыки. Вот есть люди, которые талантливы вот в этом. И они тогда вроде за что не берутся, все получается. Не потому что они, скажем, знают химию, физику, биологию, там, и математику одновременно, а потому что они в состоянии привлечь экспертизу, да, и запустить ее работать. Вот есть как бы такой талант. Теперь мы возвращаемся к производственным обязанностям. Есть люди, которые исключительно во что-то погружаются и всю жизнь вот в этом вот, в погруженном находятся. Есть люди, которые, что сказать, они и то делают, и это делают. И, действительно, они ни в одном из этих вот направлений не являются там исключительно ведущими специалистами, но они как бы интегрированы, они в себе довольно много всего объединяют, и это именно то, что нужно. То есть там не нужно быть самым лучшим, но достаточно быть просто очень приличным. Поэтому я, например, в большей степени я бы сказал, что я такой, я и тут, и там, и здесь, и я всегда разными делами занимался понемножку. Не одновременно разными, но по очереди разными, и достаточно на приличном уровне я это делал, хотя я не был там, я не могу сказать, что был самый там номер один действительно, хотя в чем-то был. И при том, что я вроде разбросан, да, я и тут могу, и там могу, и здесь могу, но есть вещи, в которых я не делаю 80%, а я делаю 100%. Например, если я сел писать резюме, я не буду писать резюме на 80%, имея в виду, что этих 80% хватит, чтобы это было хорошее резюме, я пишу его на 100%. Понимаете, то есть тут как бы комбинация, всякий человек, он разнопланов на самом деле, даже если кажется, что он такой в одной линии, все равно у него внутри этой линии он что-то делает более внимательно, что-то менее внимательно, там и так далее. Поэтому, если у человека такой склад характера, вот как автор письма, да, он говорит, что мне трудно представить, что я 40 лет буду заниматься одним и тем же, я его очень хорошо понимаю, уж кто его поймет так, как я. Вот, значит, поэтому занимайтесь чем хотите, все, что вы делаете сегодня, вам поможет в том, что вы будете делать завтра, послезавтра и через 25 лет, независимо от того, чем вы будете заниматься завтра, послезавтра или через 25 лет. Вот, как человек, который занимался самыми разными вещами, я вам могу сказать, что вот это все где-то проявится. Я был цифровым дизайнером, дизайнером цифровой системы техники, схемотехники, я был разработчиком методов быстрого обучения, я был предпринимателем там небольшим в Советском Союзе, я был тестером, когда в США приехал и книжку там написал, у меня не одну, там несколько книжек в разных ситуациях жизненных я писал, много чего делал, но все, что я делал и когда бы я не делал, страхованием вот я занимался, я был страховым брокером, значит, все, чем я занимался, я могу сказать, что в текущий момент времени все это прошлое, оно во мне сидит и оно во мне играет. Оно не ушло, оно не пропало это время, оно интегрировалось с тем, что мы делаем потом и вот оно так продолжает работать на благо, на пользу и так далее. Светик, ты скажи что-то по этой теме. Ну, ты как бы уже все сказала. Ну как, все. А вот по это самое, если мы ведемся к вопросу о талантливчак, талантлив во всем, может быть, в принципиальном плане что-то ты хочешь сказать? Ну, я могу вот что сказать. Дело в том, что когда человек добивается какого-то результата в какой-то одной области, да, допустим, он сфокусировался в чем-то. В бизнесе. Не важно в чем. У него развиваются какие-то, ну, вот ты, собственно, об этом сказал. А, переносимые навыки? Да, у него волей-неволей развиваются вот эти переносимые навыки, он выходит на некоторый другой уровень видения проблемы, видения ситуации, да, он может уже легче переключаться на решение других. Ну, ты, собственно, обо всем это вот сказал, да, чтобы что-то повторять. А, окей. Ну, я, может быть, не в таком ключе, ну, хорошо, ладно. Ну, ты уже все сказал. То есть мы считаем, что мы ответили, да? Ладно, все, тогда счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok